Первый день отпуска комом. Из-за неприбытия в аэропорт Нарьинмара самолета компании SmartAvia пассажиры не успели на стыковочные рейсы в южном направлении. Что делать в такой ситуации? Наталья Дуркина продолжит. Ирина Ваучейская с сыном приехали в аэропорт заранее. Семья собиралась в Архангельск. Перед самой регистрацией на телефон пассажиров пришло смс от авиакомпании о том, что рейс переносится на 19.30. Ирина не раздумывая обратилась за помощью к представителям SmartAvia. Но помощи так и не получила. Люди летят дальше. Санкт-Петербург. Они стали задавать вопросы. У нас другие компании. ЮТР, Победа. Он отговаривался как мог. И в результате направили поменять билеты. Я сейчас уточнила в кассе, что билет менять не нужно. Но нужно подъехать где-то к 18 часам, что самолет будет точно. Но видите, не по погодным условиям отмена рейса идет. Почему смс пришла перед самым выходом... Я понимаю. Перед регистрацией. Да, перед самой регистрацией. Ни с утра, ни с вечера. Потому что у многих людей стыковочные рейсы. Пассажиры искренне не понимают, почему авиакомпания заранее не предупредила о технических проблемах. Мне больше жалко людей, у которых рейсы идут в Санкт-Петербург и далее. Я ведь не знаю, куда дальше люди летят. Пять человек. Вот точно при мне было пять человек. По трое, значит, отец, мать и это. Они сказали, мы, говорит, вам помочь смарт-авиа не можем, в причине того, что это другая авиакомпания. Она говорит, почему не предупредили. Самолет Архангельск-Москва улетел полчаса назад. Если бы пришла смс, и там есть, значит, дополнительные места, можно было меня с сыном, или кого-то с рочниками, или с младенцем отправить, они, извините, приходим, и рейс отменяется. Вот в чем вопрос. Поясню. Пассажиры приобретали билеты по маршруту на Ринмар-Архангельск-Санкт-Петербург, но с самолетами разных авиакомпаний. Кроме того, многие на Ринмар-цы планировали отправиться дальше к Южному Солнцу и морю на стыковочных рейсах. В этой ситуации между авиакомпаниями бывает определенный альянс. И когда мы покупаем, либо продаем билет и пишем на Ринмар сразу в Сочи, неважно, через Москву, через Архангельск, через Санкт-Петербург, если данный билет продается одним, скажем так, листочком, да, с простым языком, то если вы опаздываете на следующие седни, авиакомпания обязана вас посадить на следующий ближайший рейс по этому маршруту без доплат. Это единственный, мне кажется, такой самый безопасный вариант. Второй вариант – брать стыковку побольше, может быть, сутки, может быть, двое. Если же все-таки пассажиры оказались в подобной ситуации, то от количества времени задержки рейса зависит то, чем обеспечат вас во время ожидания. Это могут быть напитки, горячее питание или предоставление гостиницы. Если вы опоздали уже на следующий рейс, например, по сегменту Москва-Сочи, то я бы советовала уже позвонить в авиакомпанию, либо в КАС, где приобретали билет, и узнать, что можно сделать с потерей денег наименьшей, да, может быть, поменять время, поменять срок. И главное – снять себя с этого рейса. Потому что бывает, одно дело, мы просто не пришли на рейс, да, а другое дело, когда мы сняли этот сегмент, сняли место свое, то там немножечко другие штрафы и больше возможностей для изменений. Представители турагентства также рекомендуют выбирать более долгий промежуток времени между стыковочными рейсами.